Здравствуйте, дамы и господа. Мне очень приятно видеть, что много людей сегодня собралось здесь, и, вероятнее всего, вы слышали о компании Atomi и о том, чем она занимается. В наши дни люди говорят, вот бы все компании, занимающиеся сетевым маркетингом, были как Atomi. Множество надзорных органов, мониторящих MLM бизнес, говорят то же самое. Государственные чиновники видят в нас хороший пример того, каким должен быть любой бизнес. И хотя наша компания успешна, вопрос на повестке дня – чем собираетесь заняться вы? Мы надеемся, что все вы достигнете успеха вместе с Atomi. Если вы хотите стать успешными, вы должны знать, что для этого необходимо. Итак, как же достичь успеха? Обычно большинство из нас проводит время, учась и познавая мир с рождения и до 30 лет. Мы подготавливаемся к будущему. Затем мы работаем от 30 до 60 лет, и между 60 и 90 годами мы доживаем наши жизни, выходя на пенсию. Социальный опрос людей, которым за 60 лет, показал, что только 1% из них сумел достичь успеха. Это означает, что они были богаты. 4% оказались финансово независимыми, но не были очень богатыми. Примерно 10% страдали. Ели, сводя концы с концами. Живя от зарплаты до зарплаты. Другие 15% ушли из жизни. Оставшиеся 70% не имели работы и средств для обеспечения своей старости. В целом складывается такая картина, что только 1% людей становится успешным, а остальные 95% не могут достичь финансового успеха. И несмотря на то, что они потратили 30 лет на учебу, а затем еще 30 лет усердно работали, исследователи не могли понять, почему большинство из них не достигло успеха. Самая серьезная проблема, с которой вы столкнетесь, если не заработаете достаточно денег к 60 годам, это как прожить следующие 30 лет без средств к существованию. Единственное, чего никто не сможет избежать в старости, это болезни. Наша жизнь будет непрекращающейся пыткой, если мы будем старыми, больными и бедными. Но, разумеется, все может быть даже хуже. Эксперты предполагают, что срок нашей жизни увеличится до 120 лет. В этом случае мы проведем 60 лет нашей жизни, будучи больными и бедными. Такая ситуация была бы настоящим кошмаром, не только для нас, но и для наших близких. Был человек по имени Эндрю Карнеги. Несмотря на проведенное в бедности детство, он стал очень богатым. Даже в наши дни идея филантропии, которые заложил этот человек, до сих пор актуальны в современном обществе. Оглянувшись на свое прошлое, Карнеги подумал, был ли его успех просто удачным стечением обстоятельств, или он смог бы повторить все снова, если бы опять был рожден в бедности. Он подумал об этом и пришел к выводу, что стал бы успешным снова, во что бы то ни стало. Он был убежден, что постоянно достигал бы успеха, если бы ему приходилось начинать все заново, независимо от того, сколько раз ему пришлось бы это делать. Поскольку он мыслил в таком позитивном ключе, он не мог понять, почему другие не могут делать так же. После долгих раздумий он понял, что многие люди просто не знают, как это делать. Он сделал вывод, что они понятия не имеют, что такое закон успеха, который является единственным способом достигнуть высот. Вот пример того, как объяснить, что такое успех. Предположим, вы сложили А и Б и получили результат В. Если каждый раз, как вы складываете А и Б, вы получаете результат В, это и называется закон. Посему Карнеги уже знал закон, который позволял ему всегда достигать успеха, прямо как в нашем примере. Так кто же является создателем закона успеха? Его никто не изобретал, он существовал всегда. Закон успеха иногда называют принципом истинного севера. Эта фраза была придумана Стивеном Кови. Согласно его книге «Семь навыков высокоэффективных людей» принцип истинного севера уже предопределен. Законы и принципы существовали всегда. Здесь, в новом для вас помещении, вы дезориентированы. Однако просто поднимите палец вверх и покажите, где находится север. Пожалуйста, все поднимите руки и укажите на север. Как вы можете видеть, каждый человек может быть потерянным и смущенным. Так как большинство из вас показало туда, давайте будем называть данное направление севером. Некоторые из вас могут насмехаться и думать, что все это чушь. Тот факт, что мы все согласились, не значит, что выбранное нами направление действительно север. Если мы обратимся к компасу, север может оказаться там или в направлении, куда не показывал никто. Мы называем данные принципы законами природы. Солнце всегда встает на востоке и садится на западе. Вода всегда льется сверху вниз. Мы также называем это законом фермерства. Когда фермер собирается посадить растения, он всегда руководствуется законами природы. Он никогда не будет небрежно и непродуманно сажать растения. Он осторожно будет следовать законам природы. Подумайте, чем должен руководствоваться фермер в первую очередь. Некоторые скажут, что он должен подготовить семена. Другие скажут, что он должен купить участок земли. А кто-то скажет, что он должен продумать денежный вопрос, прежде чем приступить к другим делам. Однако первое, что должен сделать фермер, это решить, какие культуры он собирается посадить. и сколько урожая собирается собрать. Это первое, что должен представить фермер у себя в голове. В самом начале он должен решить, что он должен посадить и сколько. Чем беспокоиться о том, что и когда ему сеять, он должен иметь четкую картину, какой урожай он хочет собрать. предположим, фермер планирует собрать 10 мешков риса. Готовить ли ему соевые бобы или семена риса? Ему понадобятся семена риса, потому что это урожай, который он хочет собрать. Итак, он купит 10 мешков рисовых семен. Затем подготовит рисовое поле. Если вместо риса он хочет собрать арахис, ему следует найти сухое и песчаное место. Все его решения будут зависеть от типа и количества урожая, который он хочет собрать. Первое, что должно прийти к нему в голову, это сколько и чего пожинать. Если ему нужно 10 мешков риса, чтобы прокормить семью, эта идея должна первой прийти к нему в голову. После того, как он решит, что ему посадить, он должен определиться с количеством семян. Дальше он определит, насколько большое поле ему понадобится. И все эти решения будут зависеть от тех 10 мешков риса, которые он выбрал изначально. Урожай не вырастет, если вы не решите, что именно вы хотите посадить. Будет ли это 2 мешка картошки, 10 мешков арахиса или 10 мешков риса, должно быть решено заранее перед тем, как фермер начнет непосредственно работать в поле и заполнять амбар урожаем, который он собрал. Закон успеха очень похож на закон фермерства. Посему, если вы хотите достичь успеха, что должно первым прийти к вам в голову? Первое, что вы должны будете сделать, это представить, что вы уже живете успешной жизнью. Проще говоря, будете ли вы успешным или нет, зависит от того, как вы представляете себя в своей голове и каким вы видите себя в будущем. Также, как и представление фермера о том, сколько и какой урожай ему собрать, изменит то, что в итоге окажется у него в амбаре. Вы должны представить, какой будет ваша жизнь, когда вы станете успешными. Пока вы не будете видеть себя успешными в своей голове, этого не произойдет и в реальной жизни. В настоящий момент вы можете быть недовольны своей жизнью. Это значит, что 3-5 лет назад вы представляли себя очень несчастным в своей голове или вообще не планировали свое будущее. Если на данный момент вы не представляете себя успешным человеком, то через 3-5 лет останетесь такими же, как сейчас. Поэтому вы должны представить картину у себя в голове того, какими вы хотите быть, настолько четко и красочно, насколько это возможно. Теперь встает вопрос о том, что именно вам представлять. Сейчас вы можете быть немного ошеломлены. Люди — это сложное создание. Давайте я объясню, из чего состоит человеческое тело. У всех у вас есть физическое тело, которое называется плоть. У нас также есть кое-что под названием дух и душа. Более того, мы не одни в этом мире, и все, что мы видим вокруг нас, называется окружающей средой. Потребности плоти, духа, души и окружающей среды абсолютно разные. Более того, мы должны жить, удовлетворяя эти потребности. Обычно мы называем эти потребности желаниями. так чего же желает плоть? Плоть желает прожить долгую и здоровую жизнь, но при этом не быть бедными, не так ли? Поэтому плоть также желает роскошной жизни. В итоге мы говорим, что хотели бы жить хорошо. Многие верят, что душа и дух это одно и то же, но по сути они абсолютно разные. Это очень важно. Итак, какие же у них отличия? Дух это один из самых важных аспектов, который отличает нас от животных. У животных есть душа, но отсутствует дух. Тогда что же такое дух? Подумайте о нем как о чувстве времени. В Библии есть стихи, посвященные вечной жизни. А посему у людей есть чувство времени и желание жить вечно. Мы люди сокрушаемся, что время летит и мы стареем. Очень часто мы оглядываемся на прошлое и сильно переживаем о нашем будущем. Вы когда-нибудь видели собаку, которая мучается по поводу приближающегося к концу своей жизни? У собак нет таких переживаний. До тех пор, пока они сыты, они будут спать спокойно. Почему так происходит? Потому что у собак нет чувства времени. Животные не жаждут вечной жизни. Однако людям присуще сильное желание жить вечно. Наше сознание это часть нашего духа. У животных нет сознания, оно присуще только людям. Представьте, что соседская собака укусила своего хозяина. Думаете, она будет испытывать чувство вины и сожалеть о своих действиях? Собака не будет чувствовать себя виноватой. Тогда как даже самый жестокий человек испытывает чувство вины, вызванного сознанием. Постоянное игнорирование сознания сделает вас бесчувственным. Библия описывает это как ожог сознания раскаленным железом. Когда ваша совесть чиста, сознание становится ярче и направляет ваши действия в нужное русло. Опять же, Библия упоминает, что мы имеем светочь Господень в нашем внутреннем я. Другими словами, пока этот светочь внутри нас горит, мы можем отделять плохое от хорошего. Если ваше сознание в потемках, вы не увидите разницы между добром и злом. Когда ваш светочь сознание горит, вы сможете творить хорошие деяния и избегать плохих. Однако, если вы будете игнорировать светочь, то он потускнеет. Голос вашего сознания ослабнет, но все-таки постоянно его игнорировать не получится. Это происходит потому, что вы сознательно пытаетесь заглушить его. Следовательно, мы хотим жить следуя нашему сознанию. Мы также хотим не только любить сами, но также и быть любимыми нашим создателем. Все потому, что мы люди духовное создание. Теперь давайте поговорим о душе. Интеллектуальное любопытство – это желание души. Плохое образование – это горькая пилюля. Безграмотность вызывает чувство стыда даже у состоятельных людей. Душа включает все наши эмоции – счастье, грусть, веселье и злость. Так как все мы обладаем способностью чувствовать, мы хотим жить мирно. мы желаем находиться в состоянии спокойствия. У животных тоже есть чувства. Собака виляет хвостом, увидев любимого хозяина. Виляющий хвост означает, что собака счастлива. Вам никогда не стоит мешать собаке есть, так как она очень сильно разозлится. У собак также есть знание и память, они узнают хозяев и лают на незнакомцев. мы также можем обучить их простым командам. Некоторые собаки хорошо обучаются, несмотря на то, что их интеллект намного ниже человеческого. У животных также есть душа. Итак, желание души можно описать как обучение. В дополнение, люди также заботятся об окружающей среде. если хотя бы одно из перечисленного не удовлетворено, мы не сможем стать счастливыми. Я верю, что большинство из нас хотят творить добро по отношению друг к другу и обществу в целом. Я хочу, чтобы вы представили себя ближе к концу своей жизни. Если вы не сделали что-то хорошее для своей семьи, друзей или страны, вы чувствуете острое чувство сожаления перед тем, как издать свой последний вздох. Мы хотим быть полезными. Простыми словами, мы хотим внести свой вклад в жизнь. Наконец, вы должны представить себя проживающими жизнью, в которой все четыре условия соблюдены. Вы должны представить такую жизнь у себя в голове. Вы не можете проигнорировать даже одно условие, если хотите стать успешными. жить в боли, болезни и бедности. Или если ваша жизнь коротка, это все, это крах. Если вы не жили, заботясь о других, вы умрете с тяжким грузом вины. Если вас никто не любил, или вы никого не любили, это тоже будет крахом. если вы чувствовали, что не посвятили время обучению, вы можете сожалеть об этом тоже. Я имею в виду не только образование в учебных заведениях. Обучение происходит постоянно, потому что мы всегда получаем знания и мудрость, это происходит каждый день. Нам также присуще желание заботы об окружающей среде и развития общества. Это жизнь, которую все мы хотим прожить. В дополнение действительно важно то, что все эти аспекты связаны. В реальности наш дух находится в нашей плоти, а плоть в окружающей среде. Когда Бог создал первого человека, Он создал плоть, вдохнул дух жизни в нее. И человек стал живой душой. Итак, душа была помещена между плотью и духом. Но по существу, когда дух вошел в плоть, была создана живая душа. Все они соединены вместе, их невозможно разъединить. Что бы произошло, если бы они все-таки распались? вероятнее всего мы бы погибли. Они все объединены в одно целое, так что не имеет смысла думать о них как об отдельных составляющих. Как только вы начинаете разделять эти элементы, они теряют всякий смысл. Вот вам пример. У человека есть плоть, которая должна жить хорошо. Дух, которому требуется любовь. Душа, которая желает обучаться, и окружающая среда, в которую необходимо вносить вклад. И хотя мы говорим, что хотим жить хорошо, если мы сфокусируемся только на данном аспекте, вы можете спросить, в чем смысл хорошей жизни? Так почему же нам нужно жить хорошо? Потому что на свете есть люди, которых мы любим. Если вы не живете хорошо, ваши близкие будут страдать и сталкиваться с трудностями жизни каждый день. К примеру, для родителей невыносимо, когда страдают их собственные дети. Родители говорят, что не уйдут из жизни с миром, пока знают, что жизнь их детей очень трудна. Родители хотят уйти из этого мира, зная, что их дети счастливы и самодостаточны. Еще один стимул жить хорошо это наши дети. Мы стараемся ради них. Многие люди моего поколения всю жизнь работали только для того, чтобы купить дом. Говорят, что в будущем нашим детям будет даже сложнее покупать недвижимость. Многие экономисты предсказывают еще более сложные времена для следующего поколения, чем наши. По крайней мере, у моего поколения была надежда. Надежда, что если мы будем хорошо учиться и работать, мы сможем жить хорошо и счастливо. Однако у нынешней молодежи, независимо от того, насколько они сильно стараются, впереди их ждет только отчаяние. Звучит безнадежно, не так ли? Поэтому мы, как их родители, должны стать их надеждой. не говорите вашим детям, что они должны быть сами по себе. Скажите им, что вы о них позаботитесь и купите им дом. Сколько домов вам надо купить, если у вас два ребенка? Вам надо купить два дома. Я знаю, что нет ничего более благородного, чем впервые купить собственное жилье для ваших детей. Если вы купите им жилье, кто по-вашему будет счастливее? Вы или ваши дети? Как говорится, когда дело касается подарков, всегда приятнее их дарить, чем получать. Чтобы насладиться тем приятным чувством, когда вы что-то дарите, вы должны стать богатыми. Просто чтобы испытать это прекрасное чувство. Представьте, что вы говорите своим детям, не переживайте насчет жилья, потому что вы им его купите. Вы можете себе представить, насколько это будет прекрасно? Когда вы богаты, вы можете купить каждому ребенку свой собственный дом. Выбор ясен, не правда ли? Мы должны стать богатыми. Если вы не живете хорошо, жить становится трудно. Я был настолько влюблен в свою жену, прежде чем мы поженились. Я добивался ее внимания почти целый год. Мы прожили счастливую жизнь вместе. Я проработал на компанию более 17 лет, а в конце не получил от нее ни пенсии, ни льгот. Я был настолько поглощен работой в течение 17 лет, что ничего не подготовил к пенсионному возрасту. Поэтому я решил уволиться и подыскать что-то получше, чтобы иметь возможность хорошо жить на пенсии. и я решил открыть онлайн-магазин. Это была настолько потрясающая идея, что она даже опережала свое время. Это был довольно крупный онлайн-магазин, в обороте которого было более 100 тысяч товаров. Однако в то время онлайн-покупки не были настолько популярными. поэтому я обанкротился. И с тех пор настали трудные времена. Я потерял практически все, включая мой дом и машину. У меня не осталось ни гроша за душой. И мне с семьей пришлось переехать в маленькую квартирку. Усугубило положение и то, что у меня подкосилось здоровье. Моя жена начала работать за 1500 долларов в месяц. Нам едва хватало денег на еду после оплаты аренды и образования детей. Продолжая жить в финансовой беспомощности, мы с женой все меньше стали разговаривать. Дошло до того, что из-за одного неправильно сказанного слова вспыхивала ссора. Как-то раз я пришел домой, а там было очень холодно. И я сказал жене, почему ты не включишь обогреватель? Она ответила, ты думаешь, что я не замечаю того, что дома холодно? Она сказала, что тоже замерзла, но пыталась сэкономить на тепле, потому что я не мог обеспечить семью. Если тратить на отопление 100 долларов, дома все равно будет холодно, но так как наш дом был маленьким, потратив 50 долларов, мы бы отопили его достаточно. Чтобы сэкономить эти 50 долларов, мы терпели холод. Топить дом надо было 5 месяцев в году, так сколько же я сэкономил? 50 умножить на 5, в общем, получается 250 долларов. Мы делали так на протяжении трех лет и сэкономили 750 долларов. Когда я думаю, что дрожал от холода в течение трех лет, чтобы сэкономить 750 долларов, мне до сих пор становится печально. Вам не надо стараться копить деньги, когда вы бедны, просто тратьте все, что у вас есть. Сбившиеся с пути бедняки идут на невероятные поступки, чтобы накопить гроши. Однако, когда у них появляется немного денег, они тратят их бездумно. С деньгами надо делать все наоборот. Вам следует начинать копить, если вы зарабатываете достаточно, так как таким образом вы сможете собрать крупную сумму. Не пытайтесь начинать копить, если вы бедны. Многие люди имеют неправильное представление о деньгах. В школе данную информацию нам преподносят некорректно. В школе нас учат, что мы должны рассчитывать расходы, исходя из дохода. Правильно? На самом деле, это применимо только к бюджету государства. В личных финансах очень мало состоятельных людей беспокоятся о тратах, исходя из дохода. Есть люди, которые ведут домашнюю бухгалтерию, не так ли? Видели ли вы богатых людей, которые занимаются подобными вещами? Я серьезно, не ведите учет домашних расходов? Богатые люди такого не делают. Так поступают только бедняки. Становятся ли они богаче от ведения подобного учета? Конечно же нет. Некоторые жалкие мужья даже проверяют домашние расходы своих жен. Почему вы должны быть таким скупердяем? Если бы вы зарабатывали больше, вашей жене не пришлось бы вести учет расходов. Она это делает только потому, что ваша зарплата вынуждает ее так делать. Так зачем вам вести себя как неудачник, проверяя домашнюю бухгалтерию? Серьезно, не надо так делать. Так как же стать богатым? Для начала забудьте о доходе и определите свои траты. Подумайте о том, сколько вы собираетесь потратить и на что вы будете тратить. Когда вы организуете свои траты, вы будете удивлены. Вам от тридцати до пятидесяти тысяч долларов. Если вы действительно хотите считать себя богатым. Некоторые из вас думают, мне не под силу заработать даже от трех до пяти тысяч долларов. Как я могу зарабатывать в десять раз больше? Действительно ли мне нужно так много? По настоящему богатым вы станете только если будете получать от тридцати до пятидесяти тысяч долларов в месяц. Вам не подготовиться к пенсии получая от трех до пяти тысяч долларов в месяц. Вы не достигнете ничего, живя от зарплаты до зарплаты. Также многие люди ставят цель зарабатывать от трех до семи тысяч долларов. Они идут в престижные колледжи, чтобы потом получить работу в крупной компании и начать зарабатывать от трех до семи тысяч долларов в месяц. Вы завидуете соседям, когда слышите, что их сын или дочь получают зарплату в три-семь тысяч долларов и впадаете в депрессию. В реальности вам совсем не следует им завидовать. Такая работа не гарантирует надежной пенсии. Вам необходимо как минимум зарабатывать от тридцати до пятидесяти тысяч долларов в месяц. При этом вы не можете всю жизнь работать только ради денег. С возрастом возможность зарабатывать будет становиться все меньше. Она будет сокращаться, как показано на этой диаграмме. Если вам двадцать или тридцать лет, вас легко могут нанять в сферу обслуживания. Однако, когда вам сорок или пятьдесят лет, работодатель не хочет, чтобы посетители вас видели, поэтому отправляет вас работать на кухню. Когда вам исполнится пятьдесят шестьдесят лет, появится переживание, что вы можете разбить посуду и вас уволят. Если у вас нет связи, вас выгонят с работы. С к сожалению, многие люди живут иллюзией, что однажды в будущем им улыбнется удача. Однако, это не так. Двери захлопываются. Вы должны начать менять свою жизнь уже сейчас. Вы должны использовать каждый момент, потому что в будущем не будет никаких гарантий. Для всего есть определенное время, в том числе и для заработка, и для трат. Вы можете подумать, что тратить деньги легко. Попробуйте поехать в путешествие в старости. Вы просто физически не сможете посетить много мест. Вы не сможете, например, взобраться на высокую гору, не так ли? Или радоваться красивыми видами, если ваши глаза вас подводят. Проблемы полостирта не позволят вам испробовать и насладиться новыми экзотическими блюдами. Ваши возможности исчезают очень быстро. В течение короткого периода вам нужно заработать столько денег, чтобы вы смогли наслаждаться всю оставшуюся жизнь, тратя их. Не расходуйте всю свою молодость, работая лишь ради денег, которыми вы даже не сможете насладиться в старости. У вас не так много времени для заработка денег. Вам нужно либо заработать достаточно в течение трех-пяти лет или создать систему, которая обеспечит вас до конца жизни. Если вы не в силах добиться этого в течение трех-пяти лет, лучше всего вам даже не пытаться начинать данный бизнес. Вам следует просто перестать этим заниматься. Однако перед этим вам надо как следует покопаться в своих мыслях. Действительно ли я сделал все возможное или я делал все только наполовину? Если вы действительно вкладывали всю душу в данный бизнес на протяжении трех-пяти лет, но все же потерпели неудачу, значит, этому просто суждено было случиться. Опять же, действительно ли вы посвятили всего себя этому делу? Если вы хотите жить припеваючи, вам надо зарабатывать 30-50 тысяч долларов в месяц. К примеру, вам надо поддерживать своих родителей. Вы не должны просто давать им карманные деньги. Они же не дети. Им требуются деньги на жизнь. Не хотели бы вы давать им по 2-3-4 тысячи долларов в месяц? Не сделает ли это вас счастливым? Пожилым людям требуется много денег на медицинские расходы. Итак, чтобы вы могли жить ни в чем себе не отказывая, а также жить в любви, мы должны стать богатыми. Моя жена была настолько обеспокоена этими жалкими 50 долларами, которые мы экономили на отоплении, что в один день она мне сказала, что уйдет от меня, как только дети закончат колледж. Моя жена всегда держит свое слово. Когда я это услышал, я был окончательно подавлен. Я упал на пол и заплакал на взрыв, держась за ее ногу. Я начал умолять ее, говоря, дорогая, ты не можешь оставить меня сейчас. У тебя нет собственного жилья или денег на достойную старость. Даже если захочешь уйти, подожди, пока я всем этим тебя обеспечу. Пожалуйста, дай мне возможность заработать для тебя денег, прежде чем ты уйдешь. Она посмотрела на меня холодным взглядом и сказала, когда? Через миллион лет? Сейчас я приобрел для нее хороший дом и положил крупную сумму на ее счет в банке. Она больше не говорит, что уйдет от меня. Финансовые трудности создают огромную пропасть между супругами. Многие пары продолжают жить в браке без чувств, без любви. Для них просто слишком проблемно развестись. Они просто не хотят проходить через этот сложный процесс. И продолжают жить, ни о чем не думая. Дома ли они или на улице, они не проявляют эмоций. Они просто сожительствуют. Жизнь наша скоротечна и мимолетна. Мы все женимся после того, как влюбляемся. В течение нашей короткой жизни наша любовь должна расти, а наш брак становится крепче, пока мы следуем к старости. Однако не всегда все происходит так, как мы хотим. И одна из многих проблем на нашем пути это деньги. Мужья представляют красивую жизнь вместе со своими женами. Обещают, что их прекрасные ручки не коснутся грязной посуды, и после периода ухаживаний они наконец женятся. И после того, как жены упрекают мужей в том, что они лгали о красивой жизни, мужья покупают резиновые перчатки для уборки, говоря, что они защитят ее руки от грязи. Я хочу сказать, что если вы хотите жить в любви, вы должны жить в достатке. Все эти элементы успеха связаны между собой. Факт в том, что мы зарабатываем деньги, чтобы обеспечить кого-то другого. Цель нашего заработка это обеспечение людей, которых любим. Но все же вам надо быть осторожными, когда вы кого-то обеспечиваете, потому что делать это надо надлежащим образом. Я имею в виду то, что обеспечивая не тех людей, позже вы будете сожалеть об этом. Вам нужно расставить приоритеты, кому вы будете давать деньги и учитывать множество факторов. К примеру, вы не хотите, чтобы получатель стал слишком зависимым от вас. В конце концов, он тоже должен уметь о себе позаботиться. Другой момент, который вы должны учесть, вы не должны задеть чьи-либо чувства, когда даете им деньги. Если вы дарите подарок, при этом хвастаясь им, вы заденете гордость человека. Действительно нуждающиеся люди могут принять ваши деньги, но в конце будут вас разочарованы. Вы должны проявлять уважение, когда даете деньги. Многие люди испытывают больше удовольствия, давая деньги, нежели получая их. Те из вас, кто никогда не испытывал удовольствия от дарения, должны попробовать в ближайшем будущем. Давать всегда приятнее, чем получать. Библия учит, блаженный тот, кто дает, нежели получает. Вы чувствуете нутром удовольствия, когда что-то дарите. Процесс дарения должен начаться рядом с вами и отправиться в путь с этой точки. Некоторые люди говорят, что начнут помогать другим, как только станут жить лучше, но никогда так этого и не делают. Так когда же нужно начинать? Вы должны начать помогать тем, кому повезло меньше, даже если вы еще не богаты. Таким образом, когда вы разбогатеете, вам будет еще легче это делать. Наша организация занимается благотворительностью уже долгое время. На первых этапах развития нашей компании мы связывались с начальной школой в нашем районе, стали раздавать там по 200, 400 долларов в месяц. Там была девочка, которая жила со своей бабушкой. В то время им было очень трудно в финансовом плане, и 200 долларов были крупной суммой для них. Так мы начали путь помощи другим людям. С тех пор мы намного увеличили сумму наших пожертвований. Если вы посмотрите вокруг, то увидите много нуждающихся людей. Сам бизнес Атоми является идеальной возможностью помогать другим. мы предоставляем качественную продукцию по самым лучшим ценам для обычных людей, чтобы они могли экономить деньги. Это первый шаг на пути помощи тем, кто в ней нуждается. Мы также предоставляем возможность трудоустройства тем, кто испытывает трудности в этом плане. Наша прибыль возвращается к людям в виде компенсации. также деньги идут фермерам, которые поставляют продукцию для производства наших товаров. В экономике это называется эффектом связи с поставщиками. Эффект связи с поставщиками предполагает помощь фермерам, которые выращивают множество целебных трав. Другая сторона данного эффекта состоит в том, что сотрудники заводов Colmar B&H и SBT получают зарплату через нас, так как производят нашу продукцию. Таким образом, наше влияние расширяется во всех направлениях. Более того, система компенсации отоми отдает 35% от общей прибыли нашим участникам и эффективно перераспределяет ее между всеми людьми в бизнесе. Так как деньги перераспределяются между обычными людьми, возникает пятикратное усиление резонансного эффекта в экономике через так называемый эффект умножения. В любом случае, мы должны жить хорошо, потому что у нас есть люди, которых мы любим. Таким образом, наши близкие тоже будут жить хорошо. Человеческая психология предполагает рост уверенности по мере нашего совершенствования. Мне хорошо известно, что некоторые из вас боятся начинать мечтать и надеяться. мечты и надежды могут пугать своей несбыточностью. Откуда я это знаю? Когда-то и у меня была комфортная жизнь. Если быть честным, я смотрел на бедных людей свысока. Я думал, что они бедны, потому что ленивы и думают в неправильном ключе. Я действительно думал, что они ниже меня статусом. Но в один день я заболел, а мой бизнес начал рушиться. Я лишился всех сбережений, оказался глубоко в долгах. Лежа больным в постели, я понял. Никто не знает, что случится в будущем. И эта ужасная ситуация может возникнуть на пути любого человека. Мне не следовало смотреть на бедных свысока. В общем, во время этого болезненного периода мне стало страшно на что-то надеяться. Я совсем отчаялся. Затем мне вдруг вспомнилась одна из моих любимых цитат. Когда все безнадежно, лучшее, что вы можете делать, это надеяться. Во времена отчаяния вы всегда должны иметь надежду. Если у вас нет надежды, ваша жизнь обречена. А до тех пор, пока она есть, вы всегда сможете подняться с колен. Когда я увидел луч надежды в конце туннеля, он выглядел очень тускло, и я чувствовал себя запертым в пещере. Я был очень болен, у меня не было денег, я не знал, как долго я еще так протянул. И все же у меня не было другого выбора, кроме как идти на этот свет. Почему я к ним ушел? Ради людей, которых я люблю. Я сделал все, чтобы взять себя в руки и направился по направлению к свету. Это мерцающее сияние постепенно становилось все ярче и отчетливее. Если вы не будете идти к свету, он никогда не станет ярче. Наконец, свет стал ослепляюще ярким, и я вышел из песчары. Целый мир вокруг был наполнен яркими красками. У меня получилось выйти в мир полный оптимизма. Я знаю, как сложно проявлять храбрость и как страшно быть запертым в темной пещере. Храбрость это не отсутствие страха. Храбрость это способность обуздать его в те моменты, когда вам наиболее страшно. Люди, послушайте меня. Когда вы чувствуете безнадежность и отчаяние, и вам кажется, что вы абсолютно сломлены, вы должны держаться за надежду и двигаться по направлению к ней. А как этот луч надежды начнет расти, вы сможете выйти из тьмы и стать вестником надежды для всех в вашей жизни. для нас самих, для людей, которых мы любим, мы должны жить хорошо и научиться, как это делать. Этим вы и занимаетесь сейчас, слушая данную лекцию. Итак, прошу вас, представить себя живущим хорошо, разделяющим любовь и помогающим обществу. только после того, как вы создадите такой образ себя, ваш успешный я сможет появиться на свет в ближайшем будущем. Если вы построили данную картину в голове, будет ли этого достаточно? Конечно, будет. Наше тело понимает, просто ли мы представляем что-то или действительно испытываем данный феномен. Если вы начнете создавать картину у себя в голове, ваше тело начнет меняться. позвольте мне объяснить, что именно я имею в виду. Представьте, что я дал вам горсть очень сладких и изысканных зерен граната. Когда вы начинаете есть, маленькие семена, они наполняют ваш рот сладким и в то же время кисловатым вкусом. Что только что произошло в ваших ртах? Поднимите руки, если у вас не началось слюноводеление. Вам нужно сходить к доктору. Может, ваши слюнные железы не работают корректно? Наши тела будут иметь такую же реакцию, независимо от того, испытывают ли они что-то в реальности или это происходит лишь в нашем воображении. Это доказанный научный факт. Это называется самоисполняющееся пророчество. Сильная вера во что-то может воплотить ваше желание в реальность. Это также касается физических изменений. Поэтому, начав верить, я займусь этим бизнесом и буду зарабатывать от 30 до 50 тысяч долларов в месяц в ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Это действительно произойдет. И, имея четкую картину успешного себя в голове, вы изменитесь. Ваши глаза станут ярче. изменится и то, как вы ходите и говорите. Все, что вы делаете, станет другим. Это значит, что, когда вы делаете телефонный звонок вашим друзьям или вашей семье в робкой или стеснительной манере, вы будете натыкаться на прямолинейное нет. Некоторые слишком стеснительны, чтобы принять факт, что они вовлечены в данный бизнес. Они притворяются, что помогают своим женам или родственникам. Если это лучшее, что вы можете сделать, вам лучше сдаться прямо сейчас. Вам надо сказать с уверенностью, я только что узнал о бизнесе, в котором я могу зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Вы знаете другой способ зарабатывания таких денег? Вам надо будет инвестировать миллионы долларов в крупный завод с тысячами сотрудников и работать не покладая рук. Это степень вовлеченности, которая нужна вам, чтобы зарабатывать столько денег. 70% людей, называющих себя руководителями, на самом деле живут в кредит. Их бизнес обычно очень быстро перестает существовать. Итак, вы думаете, что все разновидности крупного бизнеса замечательны, а Атоми хуже, потому что не требуют больших вложений? как еще зарабатывать 30-50 тысяч долларов в месяц? Атоми это крупный бизнес. Вы не воспринимаете нас серьезно, потому что мы не утопаем в первоначальных долгах. Или потому что у нас нет стандартного процесса приема на работу. Тот факт, что мы говорим «добро пожаловать всем» не означает, что каждый будет успешен в данном бизнесе. Это необычная работа. Вас ждет путь уникального бизнеса. Вы не выглядите так, будто только что узнали о чем-то феноменальном. Вам потребуется написать сценарий, который определяет жизнь, которую вы хотите прожить, как будто вы участвуете в кинофильме. В Атоме у нас есть буклет под названием «Мой жизненный сценарий». в буклете, который может заполнить каждый, есть небольшая схема. В схеме вы увидите кое-что наподобие колеса. Вам необходимо внести эти четыре элемента в данную схему в пустых местах, если вы хотите иметь сбалансированную жизнь. «Плоть хочет жить хорошо». Жить хорошо значит жить комфортно в финансовом плане. Вы можете вписать дом сюда, так как многие этим обеспокоены. Следующее, что вы можете написать, здоровье, способствующее условию долгой жизни. Следующее может быть машина, так как это необходимость в наши дни. Для любви у вас может быть почитание родителей. Для обучения это может быть образование для детей. Другой пример любви это благотворительность. Вы также можете помогать, став волонтером. Некоторые люди хотят иметь много денег. Кто-то хочет давать пожертвования в церковь. Что еще? Правильно. Путешествия. Роскошная жизнь не будет полной без путешествий. Решайте сами, что вам написать. Потом вам нужно будет сравнить реального себя с каждым вписанным словом. У вас, наверное, уже представлен идеальный дом в голове, площадь которого составляет 165 231 квадратный метр. Если сейчас у вас дом в 100 квадратных метров, вы можете поставить туда 40 баллов. Если у вас хорошее здоровье, то 70 баллов. Может быть, вы совсем недовольны вашей машиной. Вы бы предпочли водить Мерседес, а вместо этого разъезжаете на старенькой сонате. Вы поддерживаете родителей только морально. Вы надеетесь, что ваши дети и сами справятся. Вы никогда не вызываетесь добровольцем, у вас очень мало денег. Последний раз вы путешествовали во время медового месяца. Наконец, соедините все когда вы это сделаете, вы получите свое колесо жизни. Если колесо маленькое и кривое, ваша жизнь находится не в лучшей стадии. Если каждый из этих элементов имеет наивысший балл, ваше колесо жизни будет большим и круглым, позволяя ему крутиться мягко и плавно. Итак, в пустых местах напишите то, что нужно сделать, чтобы каждый элемент имел наивысший балл. помните, когда будете писать, вы должны быть предельно конкретными. когда спрашиваешь людей о доме мечты, некоторые просто пишут «хороший дом». Если вас спросит риэлтор, вы скажете, что ищите хороший дом? Вы думаете, он воспримет вас серьезно? Да, конечно, нет. Вы должны конкретно описать ему дом, который вы хотите. Сколько в нем будет спален и ванных комнат, какого он будет размера и сколько он будет стоить. Все это вам надо будет написать и здесь. Чем больше деталей вы опишите, тем лучше. Как вы знаете, цены на недвижимость сильно зависят от местоположения. Так напишите, где именно вы хотите, чтобы находился ваш дом. Добавление фотографий также сыграет важную роль. Некоторые люди переживают, что дом не будет находиться в продаже. Тогда вы просто можете купить дом по соседству. Следующее это цена. Вы должны знать точную цену. Если вас спросят, какую ты хочешь машину, кто-то скажет, я хочу Феррари, не имея понятия о цене. Он думает, что машина стоит 60-70 тысяч долларов, когда на самом деле она стоит 300 тысяч долларов. Если вы хотите роскошную машину, вы хотя бы должны знать, сколько она будет стоить. Дальше вы должны установить четкие сроки. Вы должны сказать, я хочу дом площадью 231 квадратный метр к такому-то сроку. Вы действительно думаете, что просто можете сказать «когда-нибудь?» С таким отношением вам никогда этого не достигнуть. Так что напишите, когда именно вы хотите этого достичь. Например, через 3, 5, 7 лет. Будьте уверены, что применили все три условия. Для дома вашей мечты вы должны знать а также когда собираетесь его купить. Опишите настолько детально, насколько сможете. Я хочу дом площадью 231 квадратный метр. Цена от 500 тысяч до 1 миллиона долларов в зависимости от района. Пожалуйста, опишите настолько детально, насколько возможно. Вы описываете жизненный сценарий, чтобы найти жизненный баланс. Давайте посмотрим на жизненный сценарий человека. Данный человек написал, сейчас я живу в доме 56 квадратных метров, к 2020 я перееду в дом площадью 138 квадратных метров за 430 тысяч долларов с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами в хорошем районе. Вы видите, насколько детально все описано, не так ли? Моим родителям в Чонвоне я сделаю ремонт, обновив ванную, кухню, двор и крышу, потратив 20 тысяч долларов к 2021 году. Детальные планы осуществить гораздо легче. Как только вы представите себя таким, ваш характер, действия, речь и даже выражение лица, все это изменится. У вас появится энергия для осуществления задуманного. поэтому вам надо создать сценарий в голове, по которому вы хотите жить и будете жить в будущем. Вы должны жить по данному сценарию, пока он не станет реальностью. Потом придет момент, когда вам надо будет очнуться от мечты. Вы должны быть постоянно мотивированы, но вернувшись в реальность, вы можете подумать, наверное, я сошел с ума. Что более ужасно, это продолжать жить в жизни полной неудач и ничего не делать, чтобы это изменить. Это называется сумасшествие. Даже со всеми инструментами для успеха в ваших руках, не суметь стать успешным, это и есть безумие. Такие люди сводят меня с ума. Если вы будете жить по сценарию счастливой жизни в вашей голове, ваша реальность начнет меняться и станет такой же, как этот самый сценарий. Вы должны в это верить всей душой. Вера не подразумевает верить только в то, что видишь. Вы должны представить ваш будущий успех и держаться этого представления, следуя за своей верой, что является третьей частью нашего девиза. В дополнение к жизненному сценарию вы должны заполнить еще одну вещь. Где вы установите сроки достижения мастерства? Некоторые новички могут не знать, сколько приносит каждый уровень. Вы можете уточнить это у ваших спонсоров. Так что сначала напишите ваши сроки вот так. Я стану бриллиантовым мастером через год. И я стану мастером шаронской розы через два года. У меня займет два года, чтобы начать получать такую сумму. Это цели, которые вы должны заполнить. На данной ноте я закончу свое выступление. Благодарю за внимание.